Всем привет! Как по парику понятно, видео будет посвящено моему отзыву о аниме. Я все-таки сподобилась выполнить заказ одного товарища. По-моему, про это аниме еще кто-то писал в комментах. Аниме я посмотрела. Форма голоса. Вот сейчас по горячим средам решила записать отзыв. В общем, что хочу сказать. Если кто не смотрел, то посмотрите. Только в том случае, если вы аниме любите. Если вы смотрели, то может быть, ну не знаю, может быть мое мнение как-то с вашим сродниться. Если же нет, ну суть сама такая аниме. В общем, в школу приходит девочка. Я мягко поофигевала. Мягко говоря, поофигевала. Даже так скажем, что в обычный класс засунули девочку глухонему. Я не знаю, как там в этом плане в японских школах. Вот именно вот этот момент я еще не изучала. Он меня пока не коснулся. Немножко его пропустила. Ну, будучи второе образование у меня, то бишь первое высшее это культуролог. И там у нас, в принципе, была такая, такой предмет педагогика. Я уж не помню, много всякой педагогики было, но мы затрагивали этот момент проблемных детей в том плане, что глухонемые, глухие или что-то в этом роде. Я смотрела одно время, очень тащилась от фильма, сериала точнее, их перепутали в роддоме. Почему-то всегда хочется сказать, их перепутали в дурдоме. То, что сокращенно называют перепутанные. И смотрела одно время еще до того, как вы вышли, там выходили сабы или озвучка русская. Смотрела с английскими сабами или с английским просто текстом. Ну и когда-то я еще понимала этот язык жестов. Но сейчас я уже ни хрена его не понимаю и практически ничего не помню. Как обычно, с любым языком надо все-таки тренировку какую-то, практику хоть небольшую иметь. В общем, это чисто вот по поводу глухонемых людей с ограниченными возможностями, скажем так. Да, сейчас, по-моему, принято именно так говорить, а не инвалиды или еще что-то. Ну, это нам еще говорили, наверное, на курсе третьем. На каком-то там предмете, на какой-то там лекции относительно всего вот этого на культурологии. В смысле, на всем этом обучении культурологии. В общем, девочка приходит в класс, ее как бы в классическую японскую школу просят, ну, типа, расскажи о себе, представься классу. Вместо того, чтобы сказать ватасива, как там ее, дэс, не семья, да, не семья. Ватасива не семья дэс, она молчит-молчит, ее препод хлопот по плечу. Чует типа того, что ну, скажи, блин, уже о себе, а. Или можно, допустим, она пишет на доске, допустим, моё имя, фамилия. Ну, не моё, конечно, своё. А она достает такой блокнотик, где написано типа тетрадь для общения. Ну, естественно, на японском. И пишет благодаря сабам, совет романтика, по-моему, я озвучки смотрела. Кстати, хорошая такая команда. Чаще всего у них то, что не написано у других или не озвучено, у них вот эти сабами подписываются. Там, где, в общем, и озвучка, и сабы, соответственно, есть. Ну, и, в общем, что хочу сказать. Короче, она так открывает, говорит, ну, я такая-то, такая-то. Я надеюсь, благодаря этому блокноту я с вами подружусь. Если вы хотите со мной общаться, пишите сюда. С одной стороны, реакция людей, они как бы охреневают. Ну, типа она пишет, я глухая. Я ни хрена не слышу. Одни люди как бы охреневают, другие люди как бы начинают, о, мишень для издевательств. Кстати, хочу сказать, заметить чисто так вот, просто по ходу, немножко забегу вперед. Надо мной в средней школе издевались, потому что я стала постоянно носить очки, хотя совсем постоянно я стала носить очки уже, наверное, может быть, чуть позже. В общем, я носила очки, училась в шестом классе, и зачинщица издевательств была девочка, с которой мы в начальной школе полно себя нормально дружили. И как я думала, что мы с ней как бы и так дружим, и против меня обернулось весь наш класс, там около 30 человек тогда было. И как бы не совсем о себе, да, вот, ну, я думаю, что вот эта тема как раз именно в тему аниме, потому что вот я когда смотрела, я что-то такое вспомнила родное, что-то всплыло в памяти, то, что вот было. Ну, и меня также обливали, девочку обливают водой, там второй ГГ, мальчик ГГ, девочка ГГ, значит, два главных героя, девочка, мальчик. Такая вот любовная история в итоге. И, в общем, он как бы подначиваемый девочкой, своей соседкой по парте, скажем так, честно, вот мой минус, я имена не помню. Я как-то не очень запоминала их имена, вот, допустим, в манге я сейчас то, что перевожу, я стараюсь помнить, а тут, ну, минус у меня такой, не запоминаю я имена. Плохо-плохо, да, я понимаю. В общем, ну, и девочка, соседка-брюнетка. Брюнетка-брюнет. Соседка по парте этого мальчика. Блин, ведь недавно же видела фамилию его. У него еще мама парикмайкерскую ведет, держит у себя дома. И Си, дальше не помню. Яся. Как-то фиг знает его. Создатель нашей команды Air and Drops была Яся. Украинская девочка. Тут тоже какой-то, но они его Яша или как-то так звали, ну, там Си вместо Ши, по идее, это. Короче говоря, девочка подначивает мальчика. Мальчик начинает издеваться над этой глухой девочкой. Девочка сама тоже первая. В принципе, считаю, что они оба начинают издеваться на ней первыми. Вообще начинает издеваться над ней девочка, но обвиняет, конечно же, мальчика. И девочка, зная, что вот это вот глухая, не слышит она, ну, типа, ты что, правда глухая или что-то в этом роде. Короче, с ней начинает заговаривать одна девочка. И они вроде как дружат. Другая начинает такая, типа, звезда школы, видимо, издеваться над ней, издевательства, подначивать всех остальных. Ну, и, в общем, весь класс практически оборачивается против этой вот глухой. Потом девочка, которая с ней дружила, переводится из школы. Ну, как бы и сама не могу и жить неохота в этом классе, скажем так. У меня было две тогда подружки, которые, одна из них мне в свое время сказала, просто параллель с собой провожу, что, ну, как бы, если я буду с тобой общаться на глазах у всего класса, то мне тоже достанется. Самое интересное, когда стали в итоге издеваться над другой девочкой, а после еще над другим мальчиком, девочкой, которая тоже, как бы, издевалась надо мной. И я дружила и продолжала общаться и с тем, и с другим, вот, я чисто так по себе сужу. Надо мной издевались люди, я общалась нормально и с теми другими, и потом общалась еще с теми, кто когда-то издевался надо мной. Вот у меня не было какого-то так, что нельзя вот это, отчепенец. Я не знаю, может, если над вами в школе издевались, или вам интересна моя вот эта история, а я так понимаю, Ютуб любит вот эти все рыться в глядном белье, то, в принципе, можете оставить камень, где я запишу видос, под настроение будет. И, в общем, они, надеюсь, издеваются, 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 так как у нее еще слуховой аппарат, она как бы частично слышит, ну, не настолько, чтобы знать, что ее там поливают дерьмом за спиной. И она еще просит, ребята, типа, напишите в блокнотике, о чем вы говорите, там, ну да, мы сейчас тебе напишем в блокнотике, мы тут тебя обсуждаем, сейчас напишем, ага, хи-хи. И у нее начинает из ушей вырывать эти слуховые аппараты. Доходит до того, что у нее вырывают из ушей слуховые аппараты, я так поняла, что там идет кровь. Девочка заболевает, не идет в школу. Девочка, значит, говорит своей маме, видимо, мама говорит директору, директор приходит на собрание этого класса и говорит, слушайте, вот такая ситуация, тут над глухой девочкой издевались, а еще перед этим преподавателя приглашают, которые язык жестов показывают, говорит, если мы по три минуты с вами будем в день заниматься, то вы, в принципе, освоите и сможете с ней общаться. Ну, как бы все, японцы же за дружбу, да, но, видимо, даже у японцев бывает вот это вот гонение людей, которые слегка немножко от тебя отличаются, да, от стандартов отличаются. В общем, директор говорит, что вот такая ситуация, слуховой аппарат стоит дорого, вот уже восемь аппаратов пропало у нее там за два месяца быть, я тут или за пять месяцев как-то так, и типа, что за нафиг, может, узнаете, кто издевается. Тут классный руководитель говорит, начинается с классного руководителя, ну, правильно, он же не может, видимо, обвинить девочку или двоих девочек и мальчиков, он называет, а, вот мальчик, это ты над ней издевался, и все, конечно, против него порчаются, типа, да, это ты, это ты, он говорит, ну, как же, вот ты мой приятель, тоже над ней издевался, ты вот ее высмеивала, там становится этот мальчик козлом отпущение, это для тех, кто не смотрел аниме и вдруг по моей вот этой странной обрисовке решит посмотреть, но я думаю, что много кто уже смотрел, это я, слава бог, в общем, он там проходит, это было все в начальной школе, он там переходит, видимо, я так поняла, в среднюю школу, вообще, кто аннотации пишет, в большинстве, в большинство аниме аннотации пишут, я не знаю, какие люди, чем они смотрят, прежде чем писать аннотацию, или вообще не смотрят, или через гугл переводчик переводят с какого-нибудь языка на русский, чтобы написать эту аннотацию, потому что она слегка расходилась с действительностью, ну, и, в общем, что хочу сказать, над ним, значит, ну, сначала над ним издеваются, потом он переходит в школу, его все чураются, он не смотрит никому в лицо, я не сразу поняла, почему у всех людей, окружающих его, крестик. В общем, и он, типа, ну, не могу смотреть людям в глаза, то все, и вот однажды, как бы, ну, там часть детей учатся с ним из начальной школы, я так понимаю, что, в принципе, эти дети слегка подливали масла в огонь в окружении тех, кого он не знал, или те, кто его не знал, и он однажды идет домой, ну, а пытается с этой девочкой встретиться, передает ей тетрадку, у него первое врывается, типа, я хочу с тобой дружить, изучил при этом язык жестов практически в совершенстве, и он ее не понимает, а она сама не знает, что хочет, ибо как бы только извините да простите, простите да извините. Вот я бы сама ее долбанула чем, потому что, ну, как-то надо пытаться общаться или уж хотя бы игнорировать в таком случае таких животных, или тех, кто пытается с тобой тоже идти на контакт. Ну, и, короче, он вроде как учится, 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 тут идет куда-то там, пытается найти повод с ней встретиться, и слышит, как над парнем, который как бы лицо знакомое, ну, фиг знает кто это, пытается у этого парня, хулиган, допустим, угнать велик, типа, вот, мне нужен твой велик, почему именно мой, потому что у меня велика нету, поэтому у меня твой, ну, и тот подходит и говорит, типа, слушай, отпусти его, я дам тебе свой велик, а мальчик жирненький такой, жирненький мальчик, значит, воспылал дружеской любовью к этому самому, ну, типа, да, вот, ты вообще кто, ну, вообще-то я твой одноклассник, там вот, ну, за тебя сижу, ну, и как-то так вот, разошлись, потом этот жирненький мальчик, ничего против жирных не имеешь, если что, просто как-то, я уже говорила, я именно не напоминаю, жирненький мальчик, значит, говорит ему потом, ну, там, типа, главный герой, смотри, я нашел твой велик, хорошо, что ты там оставил адрес на своем велике, вот, я его искал, где ты его нашел на поле, я так долго его искал, наконец-то я его нашел, теперь же мы с тобой друзья, ну, и, в общем, он как-то его пытается там задергать, я так понимаю, что ни у того друзей нет, ни у этого нет, этому-то вроде как-то уже привычно, да, он еще пытается, самый убийца главный герой, мама у него вообще феерическая идиотка, мальчик, значит, ну, мама-то заплатила бабло той маме за те эти ушные аппараты, а это, значит, работает специально на подработке, чтобы вернуть до хрена денег, там, что-то миллион семьсот йен, что ли, как-то так, если я правильно запомнила, или правильно там перевели, если там правильно перевели, я правильно запомнила, ну, и, значит, он возвращает ей деньги, и она, а, ты, значит, хотел самоубийца, как вообще она узнала, без понятия, там, я так понимаю, была манга изначально, и, судя по каментам, люди ждали, что это будет минимум 12 серий, в принципе, если просто тянули на 12 серий, это было бы нормально, потому что местами очень скомканно, если человек не читал мангу, я мангу не читала, про то, что изначально была манга, я узнала уже чисто из каментов, на риде, короче говоря, там, по-моему, файн-аниме или как-то так, ну, короче, я всю вот эту тусовку называю рид-мангой, хоть там до хрена разных сайтов попутно, и, как бы, вот, ты, значит, хотел самоубийцам, еще непонятно, вот, чисто мне, не читавшей мангу, не знавшей до недавнего времени, что там еще и манга была изначально как основа, да, почему у этой мамы негритенок женского пола дочка, и еще кто этот такой мужик, тоже негритенок, который ее называет мамой, и там где-то в конце уже фильма мамашка, подружившаяся, мамашка глухой девочки, подружившаяся с мамашкой парикмахером, сидит у нее, да, ее стрижу, и говорит, слушай, а ты, говорит, кто у тебя такой этот негр, типа, что он тебя мамой зовет, что она там отвечает, я не поняла, то ли озвучка как-то ложанулась, и не сказала об этом, никаких там сабов не было, ну, в общем, не поняла я, кто это, и если бы было шесть, ну, тут можно разделить на шесть серий, если бы это было не шесть, допустим, серий, грубо говоря, а двенадцать, то было бы более понятно, ну, и он возвращает маме деньги, этот мальчик, он, да, 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 ты тут хотел самоубийца, сейчас я эти деньги подожгу, если ты, значит, нахрен тут это, решишь еще раз самоубийца, ну, подожгла бы себе волосы, там, заколола бы своего, там, не знаю, сынка, или еще чего, там, поросенка какого, ну, дура, ну, реально дура, в результате она, ой, да, да, мама, типа, не делай этого, я не буду больше самоубиваться, но деньги эта дура в результате подожгла, ну, дура, че? Ладно, опустим дуру маму, которая уверена, что, вот, на сто процентов всегда уверена, что ее сын плохой, почитайте, вот, в последней, нет, наверное, в предпоследней главе «Ёжика», у нас там с тайпером напряг, кстати, если среди вас есть кто-нибудь, владеющий фотошопом, любящий мангу, то welcome to hell, к нам у нас там напряг, с клиниром, тайпером, манги много, людей мало, и, в общем, в предпоследней главе «Южика» есть как раз такой момент, что вот пришла ГГ к маме и говорит, слушайте, вы зря считаете своего сына хулиганом, на самом деле он не настолько плохой, и она говорит, да, вот все его проблемы, я его не выслушивала, всегда думала, что он хулиган, и тут она как бы считает, что во всех проблемах виноват ее сынок, ну, как-то поговори со своим сынком, почему он решил самоубийцем, вот, ну, как-то это, хотя бы вот на эту тему, а не мозги выноси, ну, идиотка, а не мама, не, мама, конечно, она его, но идиотка, и, значит, как бы мало того, что сожгла деньги, поэтому и снова, типа, прости, что я сожгла эти деньги, которые ты потом трудом собирался, вот это там, и что ж у нас там по курсу-то, в общем, он в результате как-то, он с ней начинает сдруживаться, там мальчик еще такой, вот, ну, конкретный такой мальчик, я не сразу поняла, что это девочка, потому что язык жестов я как бы уже не помню, в общем, у этой глухой героини есть младшая сестра, косящая почему-то под мальчика, и клуб какой-то изучающий, извиняюсь сейчас, ну, язык глухих, куда пытаются попасть, чтобы пообщаться с этой глухой героиней, наш не глухой герой, который тоже стал очипенцем, вот она его каждый раз встречает, а, ты точно уверен, что ты ее друг, да нет, а он все с хлебушком, кстати, глухая девочка, кормит рыбок, он нашел повод с ней встречаться, тоже кормить рыбок вместе с ней на мосту, говорю, нет, да, вот, ну, в общем, она всячески препятствует встрече, называя его там крысой, по крайней мере, в этой озвучке, в совет романтиковской, потом, значит, жирненький, новый, испеченный друг нашего главного героя, мальчиком, приходит как-то, начинает драться с этой девочкой, которую, мы еще не знаем, что она девочка, начинает драться с этим мальчиком, наш главный герой думает, что этот мальчик встречается с глухой девочкой и думает, что глухой девочке нравится помладше, потом глухая девочка прибегает к мальчику, нашему герою, ну, как-то так утрясается, и вроде они как бы общаются, потом выясняется, что мальчик на самом деле не мальчик, а сестра девочкой, да и тому же еще сестра, потом не менее глупая мама глухой девочки шарахает по лицу мальчику, типа, а, ты такой козел, нет бы разобраться со своей дочерью и сказать ей, дочь, полюби себя, да, если вкратце, в какой-то момент они все сдруживаются, как бы так, особенно те, которые вот над ней издевались, такая лицемерка, там, ну, пытаются потом слить этого главного героя, но я уж не буду весь сюжет пересказывать, но в конце концов, получается так, что наша героиня глухая, видя, как к ней тяготеет этот мальчик, блин, он язык для тебя тупая, ты курица выучил, этих самых глухонемых, жестов, язык жестов для тебя выучили, ну, включи ты в своей мозге, она считает, ой, если меня не будет, то будет всем окей, ну, и пытается самоубиться, ее пытается спасти этот наш герой, в результате она ломает себе руку, я не знаю, как она сломала руку, если он ее затащил в результате на балкон, точнее, она сама забралась, а он падает, падает в результате в воду, в аниме видно, что там идет кровь, но почему-то никакой крови нету, короче, он там лежал, 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 очухался, проснулся, побежал к ней, типа тра-та-та-ля-ля-ля, ну, в итоге там вообще конкретный хэппи-энд, он даже в конце аниме начинает смотреть на людей, и видит их лица, а не вот этот крестик, это вкратце, ну, вот почему Гагадура, Гагадура, в том плане, что, ну, на кой хрен ты самоубиваешься, нет бы там попытаться как-то сделаться, вот знаете, когда надо мной в классе издевались, мне было обидно, мне было непонятно, мне было как-то не по себе, я была одинокая и тому подобное, но мне как-то никогда не хотелось самоубиться, только потому, что какие-то горстка каких-то выродков надо мной издеваются, если вас как-то заинтересовал мой обзор, ну, и там, вы осилили это до конца, и хотите посмотреть это аниме, аниме, кстати, вообще на самом деле оно шикарное, хотя местами там вот, ну, такой депрессивный, напряженный, безысходный, депрессивная, напряженная безысходность, местами там вот, депрессивную напряженную безысходность выразить, то вообще вырезать, то вообще шикарное аниме, и в самом начале там такая шикарная песня, я не знаю, какая, может, конечно, можно погуглить, меня Яндекс никакой не забанил, но суть такая, что, она мне очень напоминает, Мика Джакера и Горький парк, парк Горького, вместе, у меня даже песня за Горького парка, я еще вчера пыталась начать смотреть это аниме, начала крутиться в голове, правда забыла, какая, но вот, ну, очень такое шикарное, но мне еще напоминает одно аниме, судя по тому, что я не запоминаю их совершенно, и в плейлисте, возможно, у меня оно есть, но в смысле на Ридманге в тех, в той колонке просмотрено, или любимое, или что-то в этом роде, возможно, когда-нибудь по картинкам опознаю и найду его, но так вот не помню, но что-то такое вот оно мне еще напоминает, между такой повседневной бытовухой, и чем-то таким вот издеваются, и еще немножко напоминает достучаться до тебя, там такая девочка нелюдимая была, я, правда, не помню, издевались над ней или нет, но как-то вот суть такая есть, аниме шикарное, короче, я советую к просмотру, ну, если, конечно, над вами в школе не издевались, я не знаю, как вы это воспримете, но мне очень понравилось, в общем, всем спасибо за просмотр, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok